Годовщина референдума в Крыму. Зачем Европа советует Киеву смириться с Аникси Полуострова? Тарас Казуб, Ярослав Маркин. Вести.УА. Украина. 18 марта 2018 года. Президент Чехии заявил, что потери Крыма – завершенное дело, и предложил решить проблему с помощью выплат Украине. Иначе Европу якобы ждет война. Заявление может спровоцировать скандал. Украина в корне отметает любую сделку по Крыму. Но тут важна позиция США и Старой Европы. По мнению экспертов, они не случайно предпочитают выносить вопрос Крыма за скобки. Адвокат дьявола Милош Зиман озвучил предложение в обращении к депутатам Паси. Это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело, Фаид Аччомпли. А в это, по моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины, либо в финансовой форме, либо нефтью и газом, сказал Зиман, пояснив, что в случае отказа Киева начнется европейская война. Тут он процитировал экс-президента Германии Ахима Гаук о неизбежности войны в Европе при попытке забрать Крым в пользу Украины. Важно, что никто из евродепутатов не счел необходимым возразить. После Зимана выступали представители Франции, Британии, Сербии, и вопрос Крыма не поднял никто из них. А председатель Роджер Гейл и вовсе похвалил Зимана, назвав мудрым. Позицию Украины европейцы также проигнорировали, оставив без слова дипломата Владислава Голуба. Позже в Фейсбуке он назвал Зимана адвокатом дьявола и напомнил, что 90% населения Германии поддержали Гитлера в момент аннексии чешских судеб. В 1938 году группа европейских политиков уже пыталась остановить европейскую войну, причем в тот раз именно за счет Чехии. Нужно ли напоминать, чем все закончилось? Развил тезис нардеп от Народного фронта Дмитрия Томчук. Стоит отметить, что Зиман и раньше высказывался в подобном ключе. В апреле 2015 утверждал, что санкции против РФ ведут к росту популярности Владимира Путина. В феврале 2016 предложил снять их как неэффективные. Хрущев сделал непростительную глупость, передав Крым Украине. А в это, и сейчас мировые политики признают, что Крым вернуть нельзя, сказал Зиман в сентябре 2016. Однако столь категорично Зиман говорит впервые. Несмотря на то, что даже в самой Чехии нет единого подхода к вопросу Крыма, он выражает точку зрения многих деятелей в Германии, с которой Прага связана исторически, считает эксперт-международник Павел Рудиков. Более того, если говорить о позиции Штатов, в конечной точке траектория их взглядов и точки зрения единомышленников Зимана положение Крыма может совпадать. США захотят выйти из проблемы Крыма без серьезных потерь. Сначала вернуть Донбасс ЕС официально показывает единую позицию. Та же Прага придерживается политики санкций против РФ, однако на местах РФ уже восстанавливает влияние. К примеру, генсек Пасси Турберн Егланд высказался за возвращение России в Генассамблею, поскольку необходимо голосовать за руководящие должности Совета Европы, генсекретаря. Киев отреагировал весьма истерично. Глава МИД Павел Климкин назвал Зимана актером. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. Постпред Украины в Пасси Дмитрий Кулеба подыграл режиссер Рашн Камбека. Возвращение русских, английский, который раньше держались за кулисами, выходит на свет. В нынешней ситуации самое неприятное – прецедент. Как бы Киев не пытался доказать, что из-под костюма президента Чехии торчит косоворотка. Он – глава славянского государства и представитель партии мира с РФ, европрагматиков, считает эксперт, бывший дипломат Андрей Мишин. Это лишь подкрепляет позиции Юга Европы, части итальянского, испанского, нидерландского, французского истеблишмента. Теперь представить РФ как агрессора нам будет уже сложнее. Официальному Киеву, по его словам, нужно использовать дипломатические методы. А их суть раскрыла Антон Кучухидзе. Прежде всего, сделать заявление с отсылом к резолюции ГАОО на 2014 года, где мир не признал крымский референдум. Затем, провести консультации по дипломатической линии с Чехией, чтобы понять их истинную позицию. Образовательный прокол Чешская история – не единственный дипломатический прокол Украины. Принятие закона об образовании, в языковой части, вызвало гнев ближайших соседей, Румынии, Венгрии, Польши, Болгарии. В понедельник в Ужгороде на встрече с руководителями организации закарпатских венгров глава МИД этой страны Петерс Ярта заявил о планах по началу пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, он начнет процесс 16 октября на Совете глав МИД стран, членов ЕС в Люксембурге. Реакция МИД Украины была сдержанной. Климкин написал в Твиттер, что обсудит все вопросы 12 октября в Будапеште. Надо быстро передавать текст Венецианской комиссии на анализ законности. А в это, и получать выводы, это могло бы сгладить ситуацию, считает экс-посол Украины в Турции Богдан Еременко. Любопытно, что сами венгры и чехи весьма лояльно относятся к украинским гражданам, особенно тем, кто приезжает на ПМЖ. И за 10 лет, сколько я бываю, у чехов очень хорошее отношение к украинцам, в отличие от тех же поляков. Хотя, по моим наблюдениям, они нас любят с большим авансом. Очень много украинцев сидит в их тюрьмах, совершают кражи и торгуют наркотиками. Но, в отличие от Мадиар, поляков и румынов, такое впечатление, что ухудшить отношение чехов к ничем невозможно. Нас любят и все тут. Украинцев в Чехии очень много, особенно большой поток пошел сейчас. Те, которые эмигрировали в первую волну, в начале 90-х, уже основательно обжились и стали полноценными участинками чешского бизнеса. К слову, нас называют червусами, по инерции после Червоного Советского Союза, рассказал вестям украинский зарабечанин в Чехии Игорь Труш.